Добрый вечер, уважаемые телезрители. 11 мая в Ахе состоится концерт, в котором мы вспомним ахинского хореографа, который много лет отдал воспитанию детей Валерия Стефанцева. Сегодня у нас в студии организатор концерта Наталья Альметова. Мы с ней обсудим, откуда пришла идея, как организован концерт и кто в нем примет участие. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Наталья, ну расскажите, пожалуйста, май, концерт Валерию Дмитриевичу. Почему приняли решение вспомнить? Я думаю, что об этом думает каждый, кто непосредственно был знаком с Валерой. Каждый его вспоминает, это не только один концерт. Просто нет у некоторых времени, наверное, этим заняться в связи с отдаленностью нахождения. Мы знаем, что многие разъехались из города Аха. Я не одна, я не основной организатор. Организатор у нас Дмитрий Сагунов. И мы просто приняли решение не ради наживы, а ради большой цели, потому что все оставшиеся средства пойдут в зону СВО у нас, на помощь нашим ребятам. Скажите, пожалуйста, кто будет принимать участие в концерте? Ну, естественно, это коллективы Грации. Выпускники приедут, да? Да, мы сделали предложение. В общем, как? Родился этот момент у меня? Случайно. Не буду рассказывать, а то поймут меня сумасшедшие. Не буду рассказывать, почему. Но я приняла решение, что я тоже могу это сделать. И я посоветовалась сначала с нашими бывшими общими друзьями, с коллегами его. В общем, я советовалась. И в первую очередь я пригласила тех, кого я знала из Грации, кто когда-либо танцевал и сейчас танцует. Я лично пригласила. Кого не знала, я сделала аудиосообщение и попросила одного из участниц, одну из участниц в группу выставить. Группа так называется «Грация в моем сердце навсегда». Все плачут и все хотят и все вспоминают. В большей степени, конечно, очень все скучают по нему. Это такой человек был. Мы просто очень скучаем. Валерий Дмитриевич был для каждого, он свой. Вот мы в разговорах, вот для каждого он свой. И каждый из друзей, знакомых, коллег считает, что только у него были такие отношения, сугубо личные и особенные. Это каждый так считает. Поэтому Валера у каждого свой, но нас объединяет одно. Мы очень по нему скучаем. Скажите, пожалуйста, кто приедет? Об участниках. Пригласила, конечно же, Ульяна Эдардовна, настоящий хореограф Грации, коллектива хореографического, дать нам номера деток. Обязательно. Это в первую очередь. Валера очень любил детей. Грация плюс. Неотъемлемая часть. Это тоже особенный коллектив, который интересно у нас образовался. Говорю у нас, потому что на каждом этапе, я помню тех 30 лет назад, которые только пришли детками маленькими. Сейчас они дяди, тети. И это замечательно, на мой взгляд. Грация плюс. С большим желанием отреагировала. И, конечно же, я позвала бывших участников коллектива, выпускников. Это участвовать будут у нас. Едет Зухра Гелезиева. Она едет с Европы. Она там давно уже проживает. Уехала с Ахи. Дмитрий Цыгбульский. Все его знают, конечно же, едет. Едут Литвинцевы, Александра и Владимир. Также едут остальные те, кто занимался. Это и Юля Кошек, это и Юра Александра Козлова. У нас что, Александра Доценко, Катя Блинова. В общем, все, кто могут, все едут. С Южно-Сахалинска, с города Хабаровск, Москва, Европа у нас. Вот Зухра едет с Италии непосредственно. Такими путями человек добирается ради одного дня, ради этого концерта. Со всей Россией. Конечно, у нас Дворец культуры мимо не проходит. И Татьяна Учемель попросила поучаствовать с Никитой Ищенко. Да и вообще спасибо огромное. Хочу выразить Дворцу культуры. Все коллективы отреагировали положительно. Большое спасибо технической группе, которая сейчас так происходит. Время такой, период очень сложный. Концерт за концертом. Тут же 9 мая, и сразу у нас практически готовят сцену. Они очень загружены. И согласились ночами с нами работать. Понимаете? Это дорогого стоит. Это все добровольно. Я им выражаю огромную благодарность. Ну и всем-всем, с Дворца культуры, кто бок о бок стоял с ним, никто не отказал. Вот большое спасибо. Ну, потому что, Валерий Дмитриевич, действительно, я с вами соглашусь. Человек, который оставил память в каждом сердце каждого человека, с кем он когда-либо был знаком. Участники приезжают, ну, прямо накануне концерта. Там буквально за несколько дней. Как строится программа? Как будет сводная какая-то репетиция? Ведь люди все разные, у каждого свои идеи. Они все номера готовят в разных точках мира. Да, уже мира получается. Очень интересно. С одной стороны, очень сложно. Но я вот помню, каждый концерт Валерия Дмитриевича, практически каждый, он точно так же готовился. Но вот Валерий Дмитриевич всегда говорил, да не переживай, все будет хорошо, как бы сложно ни было. Сейчас, конечно, я в первую очередь всех спрашивала советы. Как можете, так помогите мне советом, делом. Потому что, если я и была близким другом, но я не танцевала. А все-таки грация – это о танце. Валера – это все-таки о душе, о танце, о семье. Он очень любил семью, своих детей. Своих детей грации, а это семья. Но это вот столько лет прошло, 30 лет прошло, они друг с другом общаются, помнят, приезжают в гости, собираются. Это дорогого стоит. Редкий коллектив, наверное, на это способен. Но очень сложно. Я вам честно скажу, сценарий… Начало есть, есть конец. Середина еще у нас в эмоциях. Корректируется что-то онлайн, сейчас будут танцевать. В общем-то, этот концерт будет собираться за трое суток, даже не суток, а ночей. Потому как сцена занята. И мы попросили директора Дворца культуры позволить нам заниматься в позднее вечернее время. Ну и нам разрешили. Ну, я думаю, тем концерты будут интереснее, когда я понимаю, что любую программу нужно отработать до мелочей, много раз пробежаться репетициями. И эмоционально уже, наверное, участники не на таком подъеме, а когда он буквально за три дня, мне кажется, на сцене, это будет просто всплеск эмоций. И я думаю, это, несомненно, тронет зрителя. Этим и ценились концерты, наверное, Валерия Дмитриевича. Во-первых, если мальчишки приезжали, они у нас профессионалы, они хореографы, популярностью пользуются и довольно-таки знаменитые. Они перекраивали весь концерт за сутки, в ночь. То есть мы сидели ночь, 4 утра, мы еще там сидим, что-то режут, появляются новшества, вводили в танцы, дети танцевали сначала одно, тут же коллаборация происходила, дополнения какие-то. Это, наверное, такой дух, такой подъем. И, знаете, случайного зрителя на таких концертах, наверное, не было. А тот, кто случайно попадал, в какой-то гипноз входил, наверное, и потом продолжал год за годом, все ждали этих концертов Валерия Дмитриевича Стефанцева. Кто бы что ни говорил, бывали у нас такие советчики, которые приходили накануне концерта, ну, может быть, где-то и говорили, не очень лицеприят, но концерты проходили на ураз, полный битком, залами. Мальчишки делали прям на следующий день повторный концерт, прям легко. Тех, кто в зале, приглашали на следующий день, и опять полный зал, опять аншлаг. Но это, наверное, о многом говорит. Ну и дух. Дух грации – это мощнейшая сила. Я с этим столкнулась, и я как бы берегу вот все, что они говорят. У них разные эмоции, разные воспоминания, все свои. И я потихоньку собираю отовсюду от них. Вот только ради них. Что вы планируете в концертной программе? Ну, понятно, хореографические номера выпускников действующего коллектива «Грация». Да, привезут номера, привезут номера новые, привезут номера старые, которые уже были в программе и очень полюбились зрителям. Не те танцы, которые ставил Валерий Дмитриевич, а уже взрослые дети. И они привезут и старые, и очень много нового. Также по кусочкам, вот, наверное, мы решили, дай бог, получится, потому что мы сейчас онлайн пока общаемся, вспомнить танцы, которые все знают, которые все помнят, которые переходили из поколения в поколение. Вот мы такое вот сделаем попури, наверное. Если это получится, то это будет очень здорово. Ведь на сцену выйдут сейчас, вот на сегодняшний день, те, кто вообще очень долгое время не выходил на сцену. Ну, наверное, с детства, как закончили, как были выпускниками. И вот все-таки я их убедила, что нужно выйти и что-то вспомнить. Зритель наш, зритель наши, друзья, друзья Валерия Дмитриевича. Ну, напрямую, даже если, может быть, не близкие, то обязательно вот друзья. У них очень много друзей было. И они очень любят и ждут этих детей. Вот этих тетенек, дяденек с детьми, вот этих детей они ждут. Я думаю, что мы удовлетворим эмоционально их запросы, ну и потребности внутренние. Скажите, пожалуйста, когда появятся билеты в продаже? Билеты в продаже в кассе 20 культуры. Билеты уже в продаже, можно приобретать. Напоминаем, что средства от концерта, он благотворительный, частичный. И пойдут в помощь бойцам в зону специальной военной операции. Ну и мы, наверное, приглашаем ахинцев, да? Да, я хотела бы, пользуясь случаем, во-первых, всех поблагодарить, кто уже принимает участие, даже советом. И хотела бы пригласить для участия тех, кто по каким-то причинам не знал об этом, но являлся участником данного коллектива. Пожалуйста, примите участие, приходите на концерт. Билеты будут для вас, места будут для вас. Пожалуйста, обратитесь в районы Дворец культуры. С удовольствием хотим, чтобы вы приняли участие. Ну и, конечно же, нашего зрителя мы приглашаем 11 мая в 17 часов, это суббота. Приходите получить хорошее настроение. Мы вас очень будем ждать. Спасибо большое вам, Наталья, за то, что пришли, рассказали об организации. Мы тоже с нетерпением будем ждать концерта и тоже, в свою очередь, приглашаем зрителей обязательно посетить это, я думаю, незабываемое мероприятие. Да, мы постараемся. Спасибо.